Привет народ! Сегодня необычное видео. Вроде как я хотел позиционировать свой канал как игровой, но подумал, что ничего страшного не случится, если иногда сюда будут попадать и обзоры каких-нибудь имеющихся у меня девайсов. Тем более сегодняшний косвенно относится к игровой тематике. Тем более на него на ютубе на русском языке обзоров почти нет. Тем более это мой канал, что хочу, то и делаю. Речь господа пойдет о достаточно нишевом продукте. Нишевый он не только по причине своей цены, дефицита, а также технических особенностей. Об этом позже. Но и потому, что предназначен для контентмейкеров. А рядовому игроку вряд ли будет сильно полезен. Но он у меня есть, я могу о нем рассказать, кому-то возможно этим помогу. И народ, заранее хочу попросить, давайте сообщение в духе, да зачем нужна эта вещь, да вон у других производителей есть другие модели, да мог бы сэкономить, да вон в Китае тоже имеется, так кто этим будет заниматься? Давайте будем умными людьми и таких сообщений оставлять не будем. Кто, зачем, почему, а также главный вопрос, нужен ли данный товар конкретному зрителю? Этот конкретный зритель решит сам для себя, сопоставив свои желания, возможности и представленные в виде факты. Почему его приобрел себе я? Потому что мог, потому что захотел. Все. Я не техноплогер, которому засылают товары на обзоры. Господи, посмотрите на количество подписчиков. Я обычный пользователь, который по своим причинам захотел приобрести конкретный девайс, а затем пожелал поделиться своим опытом его использования и мысленными заключениями с вами. Ни больше, ни меньше. Итак, народ, речь пойдет о карте видеозахвата от Avermedia, модели LifeGamer Bolt GC555. И это один из флагманов внешних карт захвата. При учете, что ей ни много ни мало уже четвертый год, переплюнуть на рынке по характеристикам в своем сегменте ее, наверное, никому так и не удалось. Все дело в поддержке чистейших 4К и 60 кадров. Формата, который, если еще не до конца пришел в нашу жизнь, то через год-два он точно станет полноценным стандартом. Ибо и телевизоров с такими параметрами стало огромное множество. И среди консолей скоро выйдет PlayStation 5 Pro с Nintendo Switch 2. И на ПК у людей появляется чуть больше возможностей после майнингового бума покупать производительное железо. Для тех, кто не знает, зачем вообще нужны карты видеозахвата, это устройство, принимающее аналоговый или цифровой сигнал видео с последующей передачей его на ПК. Вы можете делать это с видеокамер, телефонов, консолей и так далее. Либо просто для разгрузки вашей пекарни. Для человека, который профессионально занимается работой с видео, это очень полезная штука. Купленная мною, рассматриваемая сегодня модель, предназначена для стриминга и блогинга. Собственно, мне она нужна для тех же задач. Записывать различный геймплей и все в таком духе. В приставках PS5 и Xbox Series на самом деле есть встроенные стриминговые утилиты, но они пожирают настолько много ресурсов, что картинка на выходе становится нереально шакальной и мыльной. В случае с Nintendo даже такой возможности там нет, поэтому передать картинку с нее на ПК без сторонней карты захвата не представляется возможным. Если задаетесь вопросом, как можете использовать ее вы, то вопрос в цене и потребностях. Нужна ли вам именно передовая модель? Если вы конечно сможете найти ее, ибо дефицит на данный товар большой. Изредка она попадается в продажи в единичных экземплярах и потом пропадает надолго. Давайте попробуем разобраться. В отличие от предыдущей модели под названием GC553, где в 4К 60 кадров можно было только записывать, но не стримить. Здесь все работает полноценно. Остальные популярные форматы видео доступны в 1440p 144 герц и 1080p 240 герц. Характеристики, согласитесь, мама не горюй. По внешнему виду это простая и аккуратная коробочка размерами 120 на 120 миллиметров. Много места не занимает, очень хорошо вписывается в интерьер. Спереди и по нижним граням проходит RGB подсветка. Выглядит очень круто и стильно. Это один из внешних достоинств данной карты. Дизайну ставим плюс. Никакой кнопки включения при этом нет. Работает она по сути постоянно, активируясь сразу после установки драйверов. А потому и светится тоже без остановки. Издает небольшой шум во время работы, который в наушниках вы точно не услышите. Кого-то это все, тем не менее, может, наверное, раздражать. Ну, в этом случае просто-напросто стоит отключить ее от компа. Когда она не нужна. Другого не дано. На задней панели все достаточно просто. Вход и выход формата HDMI 2.0, гнездо Line-In и самое неподражаемое и удивительное – разъем USB-C Thunderbolt. Но об этом чуть-чуть позже. В теории данная карта работает как на устройствах с операционной системой Windows, так и на Mac. Почему в теории? Об этом опять же чуть позже. Рассмотрим первый вариант. На сайте Авермедии в разделе данного устройства можно спокойно скачать драйвера, а точнее программу Ассистент, которая сделает это за вас. После чего также можете установить бесплатную программу для захвата видео от Авермедии – RedCentrum. Интерфейс в ней опять же мега простой. По центру – окошко вывода изображения и закладки записи видео, стриминга и мультистриминга. Ниже в каждую из них можно добавить кастомный профиль качества, помимо уже встроенных. Параметры которых, напоминаю, варьируются между разрешением картинки вплоть до 4К, 30 или 60 кадров, формата сжатия видео H.264 или даже H.265, выбора битрейта аудио и остальной мелочи. Устанавливаем желаемое, указываем свой аккаунт на ютубе, твиче или других платформах, если собираемся стримить, если просто записываем видео, то не надо. Жмем кнопку запуска и все, работа пошла. Все просто и понятно, больше ни о чем вам падиться не надо. В настройках же самой программы, по сути, ничего важного нет. Конечно, не обязательно использовать карту исключительно в программе, поставляемой Evermedia. Можно заставить ее работать и в более привычном нам OBS. Для этого в окошке источника достаточно добавить устройство видеозахвата, выбрать требуемые параметры и... Все то же самое. По поводу качества работы. Никаких нареканий к GC555 у меня нет. Ничего не лагает, не обрывается, качество видео не шакалит, задержка минимальная. И это огромное преимущество перед китайскими картами. Специально записываю для вас данное видео в массивных 4К 60 кадров, дабы вы оценили. Специально записываю для вас данное видео в массивных 4К 60 кадров. Специально записываю для вас данное видео в массивных 4К 60 кадров. Специально записываю для вас данное видео в массивных 4К 60 кадров. Специально записываю для вас данное видео в массивных 4К 60 кадров. Специально записываю для вас данное видео в массивных 4К 60 кадров. Специально записываю для вас данное видео в массивных 4К 60 кадров. Специально записываю для вас данное видео в массивных 4К 60 кадров. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Леон, нет! Леон, нет! Леон! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что скажете? Как по мне, очень достойно. Понятно, что Ютуб сам тоже пережимает видео, но итоговый результат, тем не менее, должен быть хорошим. Чуть не забыл, карта поддерживает HDR, а соответственно, если у вас монитор или телевизор работают с HDR, то картинка будет еще краше. У меня вот монитор без HDR, но зато на телевизоре имеется. Если как контентмейкер хотите побаловать зрителей, то это тоже не слабый плюс. Ставлю заметку. Если хотите вывести изображение на эту карту с PS5 или Xbox Series, в настройках консоли отключите такой параметр, как поддержка HDCP. Я не сильно в этом разбираюсь, но это типа такая технология защиты медиаконтента от корпораций. Чтобы вы чего-то лишнего не скопировали, лишнего не показали и все в таком духе. В общем, с этим параметром некоторые игры банально не будут выводить свое изображение через карту. Да, вещица не дешевая, но как и заявлено, для стриминга и блогинга это топовое решение. В остальном, признаемся честно, на данный момент такие мощности в массовом виде частично избыточны. Далеко не у каждого те же самые игры работают в 4К 60 кадров. Что на компе, что на консолях. И тем более не все могут вкусить пресловутый HDR. Это устройство частично на вырост. Как ни парадоксально это звучит, при том, что оно появилось 4 года назад. Как я и сказал, через годик выйдет новое поколение приставок, мощные компьютеры станут еще более доступны большинству потребителей, и тогда GC555 заиграет новыми красками. На данный момент владельцу такой вещицы из нее уже можно вытянуть все ее плюсы. Но вот зрителям эти плюсы не всегда удастся показать. Игры и все такое, это мое хобби. Я в карте для себя применение нашел. Меня все устроило. Даже за цену, которая она стоила. А по нынешним временам, по нынешнему курсу, начинаются они от 30 тысяч рублей. Даже на вашем любимом Азоне. Деньги немалые. Но в их объем вошла и портативность, и топовые характеристики, и минимальная задержка, и стабильная работа. Да и какая качественная вещь в наше время стоит дешево. Согласитесь. Понятно, что оно имеет узкое применение. Понятно, что оно для энтузиастов. Понятно, что вы можете найти более простые и бюджетные решения. Безусловно. Ищите. Это ваши потребности и ваш выбор. Практическая польза от этого моего видео, понятное дело, будет лишь для тех, кто реально этим занимается. Находится в поисках карты захвата, присматривается, приценивается и так далее. Для остальных же, это просто прикольный обзорчик на какую-то непонятную железку. На этом, я думаю, мы сошлись. Итак, народ. Карта хорошая, красивая, производительная. Я от нее в восторге. Но, есть, как говорится, нюанс. Нюанс, почему GC555 осталась бы инструментом для ограниченного числа пользователей, даже если бы лежала на каждой полке в каждом магазине засущие копейки. Все дело в том, что эту светящуюся прелесть надо еще умудриться запустить. Как я интригующе отметил ранее, на задней панели у нее есть разъем USB Thunderbolt 3. Кто-то им уже давно активно пользуется, кто-то о нем слышал, кто-то, я думаю, далеко не малое число людей, даже не представляет, что такое вообще существует. Кто-то намеренно избегает, кому-то это неинтересно, вот мне неинтересно. Ну, окей. Кроме пользователей Apple. Попробуйте, поищите его на своих системных блоках. Вряд ли найдете. Thunderbolt это аппаратный интерфейс для передачи данных, работающий на повышенной скорости от 10 гигабит в секунду, разработанный Intel'ом совместно с Apple, с 2011 года использующийся преимущественно в макбуках. В наше время существует уже его четвертая версия, и по слухам разрабатывается пятая. Карта видеозахвата GC555 работает через версию третью. Выполнен он в виде разъема Type-C. Но это не обычный Type-C, это более скоростной Type-C, поддерживающий передачу до 40 гигабит в секунду. Короче, не каждый Type-C это Thunderbolt, но каждый современный Thunderbolt это Type-C. Ну, вы поняли. Обозначается он значком молнии, или надписью рядом с разъемом 40 гигабит или USB-4. USB-4 это новый, более прокачанный формат по сравнению с USB 3.2. Опять же, не каждый USB-4 поддерживает Thunderbolt, но каждый Thunderbolt должен обозначаться в том числе и как USB-4. Если, конечно, это не устройство Apple. Все это замутка с лицензией и авторскими правами. Короче, дичь несусветная. Вроде как, корпорации обязали добавлять современный USB-4 в поддержку Thunderbolt. Так что, казусы могли случаться раньше, но впоследствии их быть не должно. Главное запомните, гнездо с молнией это лицензионный Thunderbolt. Гнездо с надписью USB-4 это гнездо, в котором должен быть не лицензионный Thunderbolt. Но иногда его там нет. Все, научпоп закончен. Как я и сказал, с момента создания Thunderbolt преимущественно поставляли в устройствах Apple и редких продуктах Intel. У меня имеется MacBook, поддерживающий аж Thunderbolt 4. А потому, когда я приобретал карту захвата, то радостный подумал. Окей, разъем достаточно редкий, но у меня-то он есть. Ладно, буду записывать видео через MacBook. Тем более, на нем я занимаюсь и монтажом. Все будет в одном месте, четко, классно, замечательно. Приняли. Ах, каков был мой шок, когда на нем она не заработала. Я реально прихерел. Это, конечно, печально. Для начала, программная часть на macOS по сравнению с Windows действительно урезанная. Да, есть стриминговая программа. Но зато нет ассистента, который установил бы все необходимые драйверы. Возможно, MacBook у этого и не нужно. Но из-за этого становится плохо понятно, не достает ли системе каких-нибудь драйверов, утилит, дополнительных программ для работы устройства или возникающая ошибка в чем-то ином. Провозившись один из послеработных вечеров, как это часто бывает, когда пачкаешься у ПК. Я в очередной раз полез на официальный сайт Авермеди. Я обнаружил строчечку, на которую до этого не обращал внимания. Ой, а что это у нас тут? macOS 14 или выше не поддерживается, а также не поддерживается процессор М-серии. Офигенно! В моем случае это прямо комбо. У меня операционка последней версии и машина на процессоре М1. Тут я просто ушел под землю. Вы только вдумайтесь. Мощнейший современный инструмент захвата видео с практически что эксклюзивным разъемом для устройств Apple не поддерживается новыми компьютерами Apple, а только старыми машинами 2019 года. Так они еще и под новую операционку не написали софта. Год назад добавили поддержку 13 версии и все. А знаете что еще? На маке не поддерживается HDR. Я уважаю, что они делают. Но как бы я не понимаю. Все это, это просто какая-то дичь. Это отвратительное отношение к потребителю. Что же в этом случае делать? На счастье, в тот же самый момент я собирал себе новый стационарный компьютер. Вещицу производительную дороже 100 тысяч рублей. Но в целом она могла бы мне обойтись куда дешевле, не примия решение раскошелиться по полной. Была не была. Раз уж нужен этот проклятый Тендерболт, учту его в сборке и куплю себе материнку, в котором он есть. И знаете, как оказалось, Тендерболт в нынешнее время остается настолько редким явлением, что даже систему на Windows с ним собрать, это очень сложная задача. В сегменте материнских плат на AM4 сокете я обнаружил всего две. B550 Creator и X570 Phantom Gaming. По цене более-менее. Более-менее, конечно же, не для бюджетных сборок. Но выбор, можно сказать, отсутствует. На сокете AM5 все вообще грустно в плане цен. Тендерболт есть лишь в премиум сегменте, самая дешевая из которых X670Ei. По начинке и сборке так себе материнка, если честно. Более прокаченные это X670E Taichi, Crosshair X670E Hero, Crosshair Gen, Crosshair Creator. Это, безусловно, материнки очень крутые, навороченные и производительные, предназначенные для топовых сборок. Но! Многим ли людям нужен весь их функционал? Да и цены... Вы их видите сами. На Intel выбор чуть лучше, но самый бюджетный вариант тоже стоит около 20 тысяч рублей. Все это точно не для обычного пользователя. Самые пострадавшие, как вы можете видеть, это владельцы AM5, среди которых и ваш покорный слуга. Как вариант, конечно, существуют платы расширения с Тендерболт разъемом, но и они стоят прилично, чуть ли не по цене самой материнки. Еще бывает, что в сборках некоторых, что примечательно, не самых дорогих ноутбуков, каким-то образом добавляют Тендерболт разъем. Возможно, это ваш выход, если вам, конечно, такая карта захвата нужна. Безусловно, в ближайшие 5 лет Тендерболт наверняка заменит обычный Type-C почти во всех устройствах и будет поставляться даже на бюджетных материнках. Понятно и для чего наличие Тендерболта в карте видеозахвата GC555. Для стриминговой передачи видео в 4К 60 фпс нужны эти самые 40 гигабит в секунду. Но вот то, что на рынке, фиг с ней даже с ценой, само наличие железок, поддерживающих его, ограничено, при том, что тому же Тендерболту 3 на рынке уже лет 5, вызывает неподдельное изумление. И больше всего я в шоке от Apple, а точнее от Avermedia, от того, что под современную архитектуру их процессоров не написан софт для данного девайса. Скотство и жуть. Это их выбор, и я не могу на них их осуждать. Ну, хотя осуждать. В общем, народ, устройство это для таких безумцев, как я. Для тех, кто основательно работает с видео. Для блогеров, стримеров и так далее. Также повезло, что в этот же момент я собирал новый компьютер. А потому смог разрешить возникшие проблемы. Меня эта карта устроила. Работает хорошо, качественно, но большая проблема заставить ее работать. Зато уж если заработала, вас не разочарует. Спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео было для кого-то полезным. А если бесполезным, то хотя бы интересным. В дальнейшем ждите обзора на Nintendo Switch или какую-нибудь игру. Всем пока, увидимся. субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok